Многие люди не верят в йогу, и многие люди не верят в Аверведу, они остаются всю жизнь с теоретиками. И вот когда ты говоришь, ну, хочешь убедиться, ты возьми просто, сделай тут асану, сделай тут уже пранаяну, повтори эту мантру ом, как только что сделали мы. И, ну, они говорят, нет, я просто не верю, а если я не верю, значит, я не буду этого делать. И вот они все время остаются людьми, которые рассуждают о варенье, смотря на стеклянную банку. Вот, и все знания мы можем реализовать вот через действие. И через действие мы также получаем новый опыт и новые знания. То есть вот Аверведа очень прекрасна, и йога, и Аверведа, то ты вот просто находясь наедине с собой, ты можешь прогрессировать, ты можешь, наблюдая за миром, ты наблюдая за собой, ты можешь открывать очень глубокие реализации. И мы собрались сегодня не просто послушать про Йогу и Аверведу, мы собрались услышать, как стать максимально совершенным 100 человеком в этом современном мире. То есть как стать вот обладателем, носителем, то есть практиком тех знаний, которые вот в соединении дают именно совершенно медицинскую систему. Прежде всего, хотел сказать, что вот и это сочетание сейчас широко-широко используется, именно сочетание йоги и Аверведа. Потому что сама по себе йога – это не медицинская система. Может, я проразочарую чьи-то чувства, но это система постижения чего-то высшего. И там нет вот таких вот факторов, которые есть в любой медицинской системе, как система диагностики, фармакопеи. Там есть какие-то гигиенические правила, но вот самих медицинских знаний в йоге нет. И вот мне часто с удивлением слышу, как там некоторые становятся йога-терапевтами, ну вот просто основывались там на знании каких-то асан. Ну, скорее всего, это асана-терапевты, то есть это от какого-то вот подлинного целительства, то есть не очень далеко. Потому что чем вы прекрасны и чем вы отличаетесь от большинства людей, то есть вы уже приняли один из путей, то есть вот один из истинных путей вот большого дерева ведической культуры. И вот йога и ее веда – это разные ветви вот одного большого дерева. То есть у них родственное происхождение. Они оба признают литическую культуру как, да, действительно, как ту, которая истина. Ну, они идут разными путями. И вот тут мы можем понять вообще, насколько даже милости создатель, который сделал вот разные виды вот этого человека для поддержания здоровья, как ту же йогу, как и ту же йогу. И которые совершенно не противоречат себе, но дополняют друг другу. Но вот без знания и веды, то есть ваши знания и опыт просто вот, которые к вам приходят через занятия йогой, то есть он будет вынят несовершение. Вы просто не сможете даже вот его правильно расшифровать. Вы будете путем методом проб и ошибок, вы будете вот что-то пробовать, на себе экспериментировать. В принципе, и находить верное решение. Но зачем вот в жизни лишь там коротка, чтобы на Сибирь, вот я там в случае на Сибирь 5 лет экспериментировал, пока не встретил такого достойного учителя. То есть если есть эти знания записанные, эти знания не относятся ни к какой религии, ну вот к какой религии йога. Нет, то есть если ты постижение абсолютно, ты идешь просто своим путем, так же вот и какой может быть и религии, вот такие качества там, как холодный, горячий, легкий, тяжелый, сухой, мозгонистый. То есть это качество природы. И вот Элибеды это просто те знания, которые вот эти знания систематизированы, которые вот, о силах, которые управляют нашим мирозданием и нашим организмом, и красиво записали. И вот даже вы занимаясь йогой, то есть это вам необходимые знания просто вот для того, чтобы просто раскрыть себя даже больше йоги. То есть всем вам необходимо, в основном тут люди пита, пита вата, вот, то есть всем вам необходимо знать вот о таких вещах, как умасливание, то есть это вот действительно поднимет и ваши йогические какие-то результаты, и в то же время это вас убережет в дальнейшем. То есть я знаком с йогами, которые уже там достаточно преклонны в возрасте. И все равно вот даже систематические занятия йогой, систематические, то есть садана, правильная жизнь, правильное питание, все равно вот их не избавили от каких-то болезней, прежде всего костей, костей, суставов. Вот, и вот сейчас они вот обратились к, ну вот, к югерии, и мы помогаем вот решать эти вопросы. И вот, думаю, у вас всех предупреждаем, что вам всем надо вымасываться, потому что вата, она там не смотрит, то есть видите, вот, вот эта до шабата, она не смотрит там, на то, что вот какие вы положительные, какой у вас гикий позвоночник, то есть вот она выводит из равновесия, то есть начинает сушить вот со временем наши кости. Ну, об этом, о каких-то там специфических моментах, я хочу там услышать, может быть, в ваших вопросах, и расскажу чуть позже сначала какие чуть-чуть вот идеологические вещи, вот, вот зачем, нам это надо, вот зачем вот вам, какие ответы были? Для здоровья. Для здоровья. Да. Вот 80% выбирает, это просто быть здоровым, и это отличный выбор. То есть по, я сам как бывший спортсмен, вам скажу, по эффективности, которые там и делал ТК, и разные разминки, и боевых искусствах, то есть тоже более там уже тонкие разминки, все равно такое-такое состояние как йога не дает ни что. То есть и такое состояние здоровья. А у кого еще какие варианты будут? Духовая. А? Духовая. Духовная развитие. Духовная развитие. Духовная развитие. Себя умная. Себя умная. Себя умная. Себя умная. Да, то есть изначально, просто я вам говорю, как есть, просто йога, ну просто много людей, которые считают себе йогой, они как восточные гимнасты, они как восточные гимнасты или люди, которые злотоки асов. Есть действительно очень сильные ребята. Вот. Но йога это какое-то соединение. И это не только вот там Шива или, ну там, Господь Иисус Христос или еще кто-нибудь. То есть это вот тот путь, который вот у каждой души не повторимый. То есть вот, ну это просто инструмент, который тебе помогает взять, прежде всего, под контроль свое тело. Потому что как ты можешь идти таким трудным путем, а духовный путь это самый сложный путь у нас, который вот может быть у Джилы, у опрощения души. Как ты можешь там идти, там, ехать на плохой машине. Вот. Знаете, вот такая дорога. Как мы сейчас уже сделали Карпат, а я вспоминаю, ты сюда на плохой машине раньше не доедешь. То есть вот наша жизнь это большое путешествие, где вот наша машина должна быть в отличном состоянии, когда мы сможем достигнуть своих не только материальных целей, которые тоже без здоровья невозможны, а и духовных целей. Потому что вот здоровье это фундамент, на которых вот держатся любые наши достижения. И мне доводилось видеть вот людей, людей достаточно духовных, истинных, светлых, но которые вот не уделяли здоровье и вот преждевременно ушли с этого мира. Просто вот могли сделать еще много хорошего и там достичь еще более глубоких реализаций. Ну, потому что так, так что нельзя. И для чего нам это кадр? Потому что просто, прежде всего вот именно система, соединяясь вместе, а юбеда и йога, они вот создают вот именно совершенную систему для поддержания здоровья. То есть вот вместе соединив, и вот еще взял еще в помощь другие вирические знания, как об астрологии. А юбеда – это одна из частей Адхарва-веты, это одна из вед. То есть есть яджу-вета, самов-вета, и вот в одной из четырех вед считается пятой, как вот сама отдельная, отдельная веда. То есть настолько вот некоторые мудрецы, некоторые мудрецы это не признают, но некоторые мудрецы настолько высоко ставят вот эти знания, что вот они вот выделяют ее просто пятую веду. А та же юга – это один из шести дашинов. То есть вот я, насколько вот… Мы знаем… То есть то, что вот этих дашинов есть шесть, вот постижение абсолютно истинное, то есть можно понять, что не становиться никогда сектантами и не говорить то, что вот мой путь, вот он какой-то самый-самый, или какой-то вот особенный, или все – это просто ваш путь, это ваш путь. Вот. И есть другие пути к постижению, и они тоже вот истинные, и тоже ведут, если это не чья-то выдулка. Вот есть еще… Какие еще у нас наши? Ньяя, Байшешика, Купа Миланса, Кутар Миланса, Цанхья. Это вот у нас знания ритуалов, метафизики, то есть… Ну, кальмит. То есть это все вот описано, давно вот в ведической культуре. То есть вот очень глубокая… Просто проблема в том, что… Ну, с собой это название, это словосочетание, очень часто эксплуатировалось и дискредитировалось, мы не побоимся этого слова. Ну, и, конечно, после прослушивания каких-то таких, на лекции, выдумах чьих-то фантазий, вот, то есть какое-то скептическое настроение. Ну, поверьте, юридическая культура – это запредельное знание, и даже йога, которой вы все занимаетесь, то есть это не результат, не плод чего-то опыта, или чьих-то там размышлений. Это просто передана технология для достижения как и высшей цели, так и достижения здоровья. И тут здоровье некоторое… Ну, знаете, все познается в сравнении. Для некоторых людей, для большинства людей здоровье, вот когда у меня ничего не болит, типа, вот это уже здоровье. Насколько вот у тебя сильная энергия, то есть насколько… у тебя… насколько ты счастлив, то есть по йоге и по той же йоге, то есть здоровье – это когда ты счастлив, когда ты умиритворен, счастлив, когда тебе дадутся определенное ага, блаженство. Вот это, можно сказать, здоровье. И давайте подумаем, то есть насколько… то есть вот это редкое вообще состояние даже для людей, которые практикуют что-либо. Но мы должны понимать, что оно есть. И те, кто уже на первом этапе йоги, то есть он читал там… какое-то свое писание, по которому он идет именно… что вот есть какие проблемы на первом уровне, какие проблемы на втором уровне, и что постепенно открывается. У него уже вера есть, что вот если только вы передали те или иные проблемы, то у него откроются какие-то новые или способности, или какое-то новое понимание тех или иных вещей, важных, особо важных. И уже вот, как сказали, кто я и куда иду, и что я буду делать вообще после этого года. Хотел сказать, так как вы практикующие йоги, вы не забывайте вообще о первых принципах, потому что сама по себе йога – это большая сила. То есть вот те же повторения матры, почему и не сокрытые матры. Вот я иногда там спрашивал, почему вот мне нельзя эту матру? Он говорит, ты пока не готов. То есть просто твое тело не выдержит вот той вибрации, того потока. И любой практикующий йога, он уже подключается к определенному потоку. То есть это все мистические телодвижения. Каждая асана. Вы должны понимать, что, во-первых, определенная какая-то должна быть чистота, и мы должны быть подготовлены. И вот не забывайте о яме-не-яме, потому что без этого, то есть ваша практика будет, могут быть какие-то проблемы. То есть я даже знаком с такими случаями, когда люди сходили с ума. То есть я и начинаю практику, мы начинаем в йогу, но в сараиде это особо часто случается. И для чего вот айюбедарина? Для того, что наша практика, прежде всего мы знали, познали себя. То есть вот то, для чего некоторые пришли в йогу, познай себя, то есть оно не имеет только именно философский контекст. То есть это прежде всего, познать себя вот как личность, как вот познать уже свое тело. Некоторые психологи, они идут вот через это, то есть ты должен принять себя, вот как вот, какое бы ты несовершеннение. И в этом есть доля правды. То есть и прежде чем начать познавать себя, это как там духовное существо, философское, мы должны познать себя вот как определенное тело. И мы должны понять, кто я. Я человек огня или я? Человек ветра или человек воды земли? Вот. И тогда нам сразу надо понять, почему у нас так те или иные привычки, те или иные вот какие-то самстары мы в голове. То есть наше тело это вот результат наших прошлых поступков, нашей кармы. И вот во многом уже поведение предопределено. И вот понимая вот свою природу, то есть уже сделано, нельзя там из нас поменять сильно наше тело. Ну, то есть можно там сказать худей, болтней, но сильно там форму черепа или форму гостей уже не поменять у взрослого человека. То есть уже есть пророщенная карма. То есть вот. Которую вот. И мы должны именно знать вот это, что такое иювета, это знание вот этой модели. Вот нашей вот этой машинки, которую тоже надо знать и для того, чтобы правильно делать йогу. Вы понимаете? Для того, чтобы просто каждое упражнение, вот зная вот эти качества. То есть аюбеды – это наука о качествах. То есть вот которое вот можно описать там в 10 пар противоположностей. И зная эти качества, Вы должны будем по этим качествам ясудить всё. Как и своё состояние, как и качество продукта, который вы хотите применять, как вообще любое действие или событие. То есть вот всё, Вы должны понимать какие.. Качества у вас могли диагностировать, какие качества вам надо, какие должны быть вообще! если вы начинаете уже достаточно нормально знать о юбиды, вы уже понимаете, что вам надо. И что вам надо, если это не так, если они не в порядке, какие качества вам надо принять для того, чтобы привести вот этот баланс. Вот это на самом деле, это здоровье. То есть у каждого, это называется прокритий, вот есть свой генетический код, который существует, у каждого неповторимый, второго такого нету, который говорит о тех или иных предрасположенных, там зашифрованы миллионы наших жизней. То есть мы родились вот таким, а не таким. Есть практики, можно и увидеть эти в прошлой жизни. Я не рекомендую только в индейке. То есть это все легко практически узнать. И мы должны знать, какая у нас модель. Вот какие асаны даже не подходят. Есть асаны, которые разогревают, есть охлаждающие. Сури на манаскасе, чагра на манаскасе. Что мне надо? Ну понятно, утром, вечером. Иногда мне хочется регулировать своим организмом на процессе, не только там по часам. То есть что такое вот йога и веда? Это определенное знание, это определенные ключи. Вот именно к управлению с собой, прежде всего. То есть вы знаете, качество, какие они имеют свойства, и что тебе надо вот в тот или иной момент. И ты уже на йогу смотришь совсем по-другому. Вот есть такой вот йог 78-го года, Алексей Скупко. Он не такой взрослый, ему под 60. Не слыхай, у него школа есть в Киеве. Вот. И вот он мне рассказывал, что человек, прежде чем начать заниматься аюведой, он 30 лет занимался йогой. То есть это был не просто йога, это был учитель учителей йога. То есть он и есть. И это был человек, который занимался и занимается последнее время тем, то есть вот к нему приходят те, кто там стали, у которых начались проблемы из-за йоги, из-за неправильно деланной йоги. То есть вот он сейчас знает, как вот это врань, то есть у него высочайший уровень понимания йоги. Ну вот он мне рассказывал, я только начал заниматься аюведой, то есть понял вообще эти принципы. Я понял, почему у меня раньше, вот в это время я делал там, это упражнение, оно мне сушило, а в другое время я понял, чтобы от рукой со мной было в порядке. Я понял, как вот пранаява, как она действует на меня. То есть вот что мне надо, в какой период. Я понял, вот по часам, то есть вот каждые 4 часа наш дневной цикл меняется. И совершенно другие энергии. И люди чувствительные сами это чувствуют и знают. То есть это ни для кого не секрет, для чувствительных людей все. Но мы просто не знаем. То есть вот, а если у нас, когда у нас есть это знание, элементарное знание. Понимаете? То есть вот любому человеку в современном потратить два месяца вот на изучение. То есть про слово, что это, я вот, по-кому, у нас на, есть в YouTube-канал РОСА ТВ. Вот. У нас есть страница. Вот у нас на интервью РОСА. РОСА. Мы сначала говорили РАСА, а потом подумали, что не пойдет. А РАСА вообще-то юридический термин, который говорит, а он вообще на санскрите очень много обозначает, ну вот, как бы, этот хирус, это первый сок пищи. А также это обозначает и отношения, это также обозначает на санскрите и любовь даже, то есть, ну, как бы, так что это такое разнообразное слово. И вы просто должны вот знать, и каждый, много вообще людей, которые преподают его, не просто занимаются, а преподают. Ну вот очень важно вот смотреть, когда вы познаете себя, вы потом познаете больше всех людей. Вы поймете, вот ваши отношения будут другие. Вы будете видеть человека и вы будете видеть, чего от него примерно ожидать. То есть вот не длинный, он или наоборот, вот надо его контролировать, сдерживать. Вы поймете, что это просто вот его модель жизни, это его вот прошивка природная. И не надо, вот вы поймете, что вот не надо из кого-то делать что-то. То есть вот какие-то свои представления. Вот он такой есть. То есть ему можно там шаг право, шаг лево. Или это, то чтобы быть серьезный, для сильно. Это только серьезная духовная практика, что доступно весьма немногим людям. Хорошо, друзья, давайте чуть-чуть, вот я хочу услышать ваши вопросы. Здоровье, как ангелер. Здоровье, как ангелер. Вот Айрведа одна из немногих наук, которая, скажи, это все индивидуально. То есть нет общих рецептов. Понимаете, вот это отличие как от каких-то народных методов, так и вообще от современной медицины. То есть строго индивидуальный подход. То есть Айрведа не лечит болезнь. Так, у вас какие-то проявления, возьмите это, и у вас будет все хорошо. Айрведа лечит человека. То есть и вот для этого вариант А самый лучший. Попасть к нормальному доктору, пока вы не находитесь на уровне понимания. Мне это сэкономило. То есть я пять лет изучал Айрведу, потом выпал для себя правильное лекарство. И потом попал к нормальному доктору, его первым учителем, Диджай Кумару. И он мне назначил то, что я сам к себе дошел. Но это пять лет экспериментов. Это вот самое лучшее. Есть какие-то в горах. В Украине их там можно пересчитать на пальцах по кругу. Но они есть. И исходя из этого, выстроить все. То есть в ваших институциях вы выстраиваете в себе все. Время занятий. Вы выстраиваете режим. Пищу. Ваши отношения. Какая у вас должна быть работа. Вы даже на себе выбираете подошел. Правильно выбирать именно даже партнера. То есть, ну, понимаете, это все должно быть практично. То есть вот и тот, который, если… Я вот недавно пост сделал на отдыхе. И две яркие питы. То есть постоянно ругались. Потом громко занимались сексом. Все это предопределилось. Но, как правило, потом люди такие расходятся. Когда очень одинаковые, это тоже вот не очень хорошо. То есть вот должны быть какие-то различия. И вот все эти знания дает ее Веда. И вот исходя из этих знаний, вы уже поймете, прежде всего, что не подходило вас. Понимаете, очень трудно лечить, не выяснив причины. Пока вы не копнули суть. То есть вот это все будет просто один из каких-то методов, который бьет по верхам. Вот. И тут вот легких путей нет. И вот вы просто поймете, что ваше тело, как это определенная машина. Вот как вы можете управлять йогой своим состоянием. То есть вот вы поймете, вы также можете управлять какими-то вкусами. Понимаете? Любым вкусом. Каждый вкус – это не просто ощущение на языке. Это как определенная энергия. И вот вы поймете, насколько тут вообще в этом мире, эта матрица, насколько она совершенная, насколько она сделана каким-то высшим разумом. Например, шесть вкусов. Три вкуса именно согревающие, три охлаждающие. И каждый действует именно по-разному на каждую душу. И все вот, понимаете, ну вот, все вот сделано именно. Все это вот очень системно и красиво. И люди, которые вот научного склада ума, подпознав июрведу, они ответили себе на очень многие вопросы. Так что вот ответ вам будет именно – вы учите сами. И вот вы узнаете… Какого учителя? Какого учителя? Вот у нас есть… Завтра утром будет давать лекцию Юрия Михайловича Абратенко. Вот. И вы к нему подойдите. Вот. И поговорим. Потому что даже есть… Это один из моих учителей. А Юрий Юрий… Вот. Это будет квалифицировано. Какие друзья еще будут вопросы? С чем начать для себя, это было бы и объемное слово Айурведа? Потому что это же и прикрава, и спец, и плавование, и куча всего. Как это сделать максимально плавно и поступало для себя? Потому что я на ритуале хочу спочинаться. Чудово. 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 Я… Я чую… Любимую… Катарлибе… Любимая Шляхова. Все индивидуально. Вот самое главное – не менять сразу всю свою жизнь. То есть, ну, некоторые, кто кидаются и делают это… 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 Путь и никуда. Просто они уже привыкли. То есть, их природа привыкла совершенно к другому. Там… По ритму. К другим продуктам. Вот. Ко всему, ко всему, ко всему, ко всему. То есть, прежде всего, принять, что Айурведа – это знание от рождения до года из этого мира. И вот все, что вы встречаетесь, это имеет к этому отношение. Понимаете? То есть, вот… Я вам посоветую именно то, вот, касаемо всего. И вы должны, значит, прежде всего понять для себя, что больше всего вам мешает и чего вам не хватает. То есть, начинать с самого важного. Вот. И начинайте вот… Я вам просто свой вот договорил, вот, потому что тоже не знаешь, за что хвататься. Тебе написали, тебе ничего нельзя. Некоторые, знаете, есть доктора, которые вот так и все. Ты понимаешь, что… Это там нереально. То есть, начинайте с чего-то, что вот вам. Но это всегда должно быть усилие воли. Само… Само вот выздоровление… То есть, надо понять, что мы… Большинство болезней, мы попали через нарушение вот этой воли. То есть, где-то допустили что-то лишнее. Или, да, помогут и кармические болезни. Все равно они все, они упираются над каким-то усилием воли. То есть, знаете, это аскеза. Это то, что… Это то, что меняет жизнь. И я скажу вот… Айюбеды используют в своей практике… И это… Вот в йоге описываются всевозможные ритуалы, мантры. Она использует вот такие вот… Такие метафизические практики, которые вот мы тоже вот делаем. Например… Ну, кто-то делает, даже те же христиане. То есть, знаете, вот… Например, поставить свечку… Всякие… Это тоже вот определенный отряд. Ты делаешь определенный отряд, только ты обращаешься вот к светлым силам. Так же, ну… Это… Ну… Светлые силы не только там каком-то из патриархата или еще где-то. Это светлые силы… Вот… Где есть светлая любви искренне. Вот… И… Вот… Вот к ним надо тоже обращаться по себе. И вот если вы будете к ним обращаться, они вам тоже вот подскажут. Вот… Вот… Очень важная… То есть, вот где брать силы – это должна быть практика. Вот… Ну… Вы практикуете йогу, но должна быть и вот со временем у кого-то наверняка сейчас со временем появляется еще какое-то вот желание углубления. То есть, на самом деле, просто используя только асаны и пранаяму в йоге – это, я не знаю… Это вот… Приходить в этот зал… И там разминаться в начале зала и все, и больше не проходить сюда. Вот… То есть, есть нечто большее. И я вижу людей счастливых, которые находятся в этих состояниях. Мы же все ищем какие-то вот состояния. Все, что мы не делаем, мы, прежде всего, это, там… Мы вот торпы своего ума. Мы ищем вот какое-то состояние. И все мы ищем счастье. И, на самом деле, айурведа и йога – это тоже науки о счастье. Ну, вот, если вы видите, сказать двумя словами… То есть, для чего… Сейчас… Можно пока задать вопрос? Можно пока задать вопрос? Да. Ну, в моем понимании, айурведа, прежде всего, это диагностика. Правильная, прежде всего, диагностика. То, что нам не дает традиционная медицина. И доктор должен подобрать лечение, прежде всего, там, где пошел сбой. Где загрязнился какой фильтр в организме и так далее. Это в моем понимании. Может, вы меня поправите? Как бы, я себе так представляю. Мне хотелось бы больше, ну, как бы, больше познать в этом. И вот мне интересно. У нас преподают, как бы, вот, айурведа от А до Я на Украине. Идут переговоры вместе с индийским посольством. У нас есть план за время сделать вот такое, как среднее образование. Я сам в Индии иногда заезжаю в разные учебные заведения. Просто знакомлюсь, рассказываю нас. Мы делаем регуляторное мероприятие в Киеве, посвященное айурведу. Это достаточно массовое. Ну, давайте вот начнем сначала. Айурведа – это диагностика. Это, знаете, вот как… То есть, я правильно понимаю. Есть. Есть слот, и каждый удержится за своим. То, с кем соприкоснулся. А для кого-то айурведа – это будут специи, для кого-то это будет там наука вкуса. То есть, вот кто с чем пересекнулся. Но на самом деле, вот как я сказал, то, что это все аспекты жизни человека, как и современного, так и прошлого. То есть, вот она всего касается айурведа. То есть, и тут есть же очень сильные методы терапии. Но, которые я отдам должное. То есть, раньше я был вообще именно… У меня просто был период, почему я начал заниматься айурведой. То есть, у меня там… Лечение по протоколу – меня чуть не убили. Со временной медицины. А я вот уже искал выход, спасался. То есть, вот. И нашел вот… И так, там просто совершенно другие подходы. То есть, эти лечения, они занимают совершенно другое время. И где сами лекарства – это одна третья всего. То есть, ты меняешь свое питание. Ты убираешь, прежде всего, причины. Понимаете? То есть, ошибка большинства… Ну, большинства подходов, которых я знаю. То есть, вот с айурведой. То есть, они лечат проявления. То есть, иногда может быть причины совершенно другое. И как только айурведа способна вылечить, вылечить вот именно хронические болезни. Но отдадим должное. В какие-то скорые случаи. Мне встречались сумасшедшие, которые пытались улечить. Ну, вот ему надо операцию делать. То есть, у него там это самое. Он там кулькуму пьет. Вот именно. То есть, ему говоришь, дурачок, а ей больницу? Вот. И мы должны обращаться. Я сам такой. Пять лет не обращался к врача, пока он не попал в серьезную ситуацию. И все будет. Вот по скорой. Современная медицина. Они, конечно, все эти методы и диагностики. И все будет. Но, как вы правильно сказали, в начале вопроса, у айурведы есть методы, которые дают понять, то есть, что Доша нарушилась. Доша вышла уже из своего положения. То есть, это следующий этап. Это уже будет именно манифестация тех или иных проявлений. То есть, это уже будет больниц. Это будет тот период, с которого начинают лечить современная медицина. То есть, вот когда уже болезнь манифестирована. То есть, а когда вот… Айурведа дает понять на самых первых. Когда вот то, что вот просто накопилось. И опытный врач, который… Кстати, Юрий Михайлович очень хорошо владеет пуксидиагностикой. Он сразу… Он определяет то, что вот… То есть, осталось два… Две ступени до того, как будет уже болезнь, будет температура, будут какие-то неправильные проявления. И тут… Ну, даже из самых тяжелых… Из самых-самых тяжелых состояний… Ну, хронических. То есть, айурведа даст форму любой другой медицины. То есть, она… В раме… Мы должны понять… Вот первое. То есть, Большинство болезней – это просто вот выход из равновесия вот этой стихии. Этой вот… Одной из… Одной из… Одной из принципов мироздания. И она уже просто вылазит через тот или иной там систему, слабый орган и все. И просто оказывая терапию на этот орган, а не оказывая на всю эту стихию, вот… Мы… Мы… Мы боремся и топчемся на одном месте. То есть, мы… Рубим вершки, именно оставляем на кухне. То есть, вот… Я скажу… Вообще, из вот принципов айурведы… То есть, рад, что я как-то боялся такие вещи говорить, ну… Илья Михайлович… Илья Михайлович… Мне такое вот… Невозможно быть эффективным в лечении… Вот… Как и современными методами… Методами йоги… Любовь… Еще раз… Йога – это не медицинская система. Когда вы слушаете, что кто-то вот лечит йогой, то есть, это… Это типа… Ну вот… Это просто… Это его метод. Йога – это метод на основе йоги. Йога – это никто не лечит. Вот… Йога – это отдельная система. Но, которая имеет… Ну… В своем максимале такие средства, которые… Сами по себе вот… Могут… Приводить человека на полную нормурия… Духа. А сайведы просто это… Будет намного быстрее. Я думаю, многие столкнулись с этим. Кто начал заниматься хатха-йогой, Потребовалось… Ограничение рациона питания. Изменение рациона питания. Это обязательно приводило… Приводят… Вата, ват – дождь, да? Да. Вот какие это методы, я уверен, применить, чтобы вата не нарастала и чтобы баланс дождь сохранялся? Да. Вата – это… Знаете, это проблема… Это первая проблема, в принципе, как и людей. или 70-80% болезней табакой дольше. А йогов это особо. Мы переходим к айопеду вне. Я 20 лет не мясо. В начале были какие-то изменения. Но у меня много как же. У меня это все прошло намного проще. А у многих йогов, изначально конституция и табака, и из них много ватт. Это сразу у вата выходят из равновесия. И тут надо давать качество тяжести. Почему? Потому что еда легкая. И больше движения. Любое движение, напряжение повышается вата. Это постоянная практика. Если ты час занимался, то по-любому прогрелся ватт. И самое лучшее, что имеет йогида, это масло. Это лучше любой таблетки. Лучше чего-либо. У вас просто не конституция. У вас хватит много. Но если вы будете умазывать хотя бы пару раз в неделю, то вы просто забудете о многих. Как у меня, мои друзья. И о хрустях в кустах. Токсах или кожистого. То есть номер один, это то, что вам всем надо применять, это то, что вы должны умасливаться. То есть старость – это сухость. Старость – это вата. Поднимается вата, вата сухость – это его самополагающее качество. Но антидорф – не вода. Некоторые начинают много пить воды и все. И наоборот, при каком-то избытке еще больше подливают эту вату. Потому что вата не увлажняет, она вынувает наоборот. Ну, вода вернее. Вот. И тут вот мы должны, как и в питании, то есть лучшее для вата питы – это масло гид. То есть вы просто должны все готовить. Я себя по-другому начал чувствовать, когда вы все начали готовить и кушать все с маслом гид. То есть вы должны умасливаться кунжутным маслом. И это делать достаточно регулярно. Есть отдельные масла, которые еще лучше там. Махана Райаном. То есть вообще вы должны пользоваться ирлеем. То есть это, знаете, как просто масло – это круто, это там на 8 баллов, а это 10. То есть когда это сделано именно свалено с определенными травами, которые сами по себе приводят в баланс вату. Также если вата очень сильно повысилась, есть такие люди, вот, особенно у которых много перелинов, у которых толстый кишечник – это дом ваты. То есть мы прямо бьем в десятку. То есть мы прямо даем вот это. То есть и что мы даем? Вот посмотрите, мы даем качество. Мы даем масло. Качество лечит. То есть лечит качество. Какое масло? Оно тяжелое. Вот. Мы даем туда теплое, теплое. А какая вата? Она легкая, она холодная. То есть мы уже противостоим качеству. И вата сухая, и мы туда даем масло. То есть маслянистость в своей наибольшей форме. То есть вот. И, ну, просто я говорю, я такого эффекта не вижу. Вот просто у человека меняется лицо. Вот как-то вот. Вот. А всегда это стулья. Ну, намного становится легче. То есть вот. Это очень сильный такой момент. Ну, понятно. Ну, сама пилизма может не самое такое ламутное действие. Для большинства. Но для здоровья это… Мне хватает аптирамбу. У меня достаточно капхи. Мне хватает, но я регулярно делаю аптирамбу. Это называется в айвиде. Вот. Это полное масло. И обязательно с массажем головы. Обязательно голову. А? А вы практически расскажите, как происходит. Вы сами? У меня будет завтра как раз такой семинар по каждодневному уходу. Кажется, у меня завтра или послезавтра. Я говорю. И я расскажу вообще, как мы должны ухаживать за своим телом. Вот. Как нам избавиться от большинства болезней органов чувств. Органы чувств – это вот самые дорогие наши приборы. Ну, за ними надо ухаживать. И болеют. То есть, на самом деле, мы молоды, насколько у нас молоды чувства. Только мы становимся дедушками бабушки. Мы все равно сразу не так видим, не так чувствуем, не так ощущаем. И мы должны ухаживать. Вот. И я на этот пример, знаете, вот как иногда… За сколько бы ты продал? Продал бы свои глаза за миллион долларов. А за два? А за десять? Никто бы не продал глаза. Но мы не ухаживаем за них. Представляете? Вот какой у нас дорогостоящий прибор. А мы за ними не ухаживаем. И вот Айурведа дает эти знания. Она дает… Вот сегодня врач-атармолог, который обратился к Айурведе, Светлана Борисовна Авраденко, она рассказывала нам о том, что мы выкладываем постоянно отвечающую информацию. Вот. И будет… Один из своих вещеров будет посвящен как раз о том, как ухаживать за своим телом. То есть это одна из… Называется дивное отчаяние. То есть наше действие… Отчаяние действия – дивный день. Наши действия в течение дня. То, что как мы должны проснуться, что мы должны после этого делать, какой уход за полостью рта, за ушами, за носом, за глазами. Вот. И если вы не можете, например, сделать полное умасливание, достаточно будет… Не достаточно, но лучше сделать тогда умасливание головой. Это наш главный орган. То есть вот вы ее видели там… Не так, как вот скоро у нас будут там холецистологи и патологи. Холецистологи. То есть вот там все разделяет современная медицина. Скоро будет там врач правой почки, это врач левой почки. На самом деле, то есть там все очень сильно связано. И наши органы, например, питые, там может болиться совершенно другое, чем ты лечишь, и что у тебя вот вылазит. Потому что там нервных окончаний больше. Вот. Там вот вред отдельно человека до ключиц и после ключиц. И вот там отдельный врач, вот как бы наш, по голове. Ну и там пишется там, что голова. Это самый лучший орг. Ну, в древних текстах. Ну, в древних текстах. Например, с головой. Это каждый день? Когда? Утром или вечером? Или что именно? Ну, в древних текстах. Смотрите, прежде всего лучше это всего делать, вот так рекомендуют это в светлое время суток. Ну, я лично делаю это в темное время суток. Я поздно освобождаюсь с работы, сделаю, и вот я завершаюсь под клуб, и я просто вот перейти в как за тимбану, и я намазываю голову вот этим маслом. Каким? Или специальным. Есть специальное. Летом, вот смотрите, все индивидуально. Летом я пользуюсь одним. Летом это бринда молоками. То есть его можно смело использовать где-то вот до октября месяца. Блинда молоками. То есть уже в холодное время суток я использую больше клубного масла. Использую специально. Есть такой вот Манжи Шри. Есть там у нас тоже масла там. Я не помню, просто свет, что это. И это все было, то есть вот то, что вот попробовал. Я основатель такого бутика Ельбеды в Киеве. И вот то, что вот там продается, вот большинство, это то, что я сам нашел. Объездив всю Индию, перебывал на десятках заводов, на десятках выставок, если не на сотках. И найдя там самое-самое лучшее. Потому что вот, как правило, то есть еще какая проблема вторая. Сигна Ельбеды. Люди покупают вот попсовые препараты. Которые, знаете, то есть вот там трифола. Знаете, что такое трифола, да? А вот трифола, видите, она может стоить доллар. Может 50 центов стоить. А может 5 долларов стоить. Ну я не говорю то, что можно покупать тот, который за 5 долларов. Ну нормальная доллара, она меньше 2-3 долларов, она стоить не будет. Но какой покупают вот наши бизнесмены, которые на сайтах продают Аюльведу. Они там просто продают, то есть они не говорят так, тихо. Вот. Ну они берут Аюльведу, которая забрала. Ну и человек, который ищет трифолу. Которому доктор прописал трифолу. Он посмотрит вот так. Тут же за 100 гривен, а там за 200. И он покупает плохое Аюльведу, то есть он не чувствует эффектов. А Аюльведа это крутая штука. То есть люди, которые вот реально правильными препаратами пользуются, они эффект чувствуют по-любому. Конечно, если там какая-то костная, из-за костного проблемы, то там должно пройти время. Хотя бы месяц. Чтобы оно вот через эти все ткани. То есть костная, это там одна из предпоследних тканей. То есть до нее, пока оно все дойдет, должно пройти определенное время. Какие еще, друзья, будут вопросы? Ну, Аркадь, это такое вот. В первое время, что это может быть с утра, правильно? Это может быть с утра. Ну, вот как написано в Дина Ачаянии, то есть мы это должны утром делать. Это даст вам определенную стабильность. Доматься не классно и можно помыть. Нет, какое-то время надо подержать. Ну, вот хотя бы 20 минут, 40 минут надо подержать. Смотрите, есть вариант такой. Ну, вот я знаю у людей, которые сухо сильно продумались. То есть они вообще намазывали голову, одевали шапочку, шапочку подстрять и ложились так спать. Да, я говорю, ну вот у меня друг так сделал, говорит, я спал как в детстве. Кстати, вот какие-то бессонницы, все это, ну, как правило, это дисбаланс ваты. И вот лучшее бата, да, то есть вот массаж. Айурведа и массаж, они идут очень рядом, я так понимаю. Нет, вот снова, знаете, вот айурведа – специи, айурведа – это диагностика, айурведа – это массаж. Почему? Потому что вот мир, он больше наполнен айурведическими спас-салонами и клиниками Панчикаро. То есть вот на клинике Панчикаро – это то, что, видимо, там в Индии там сейчас уже скоро пойдут на каждом километре. То есть многие туда ездят. Ну, мы должны понимать, что 80% из того, что там происходит, это просто там натулистов. То есть туристы делают вид, что они понимают, а мы делаем вид, что мы делаем правильно. Вот так. То есть это одно из направлений айурведы. Скажем так, айурведа всегда включает вот все разделы, которые есть в любой медицине. И та же диагностика, и даже хирургия, и фарматология, и все. Вот она все в себе включает. Но у нее есть инструменты, которые есть только у нее. И один из них называется Пачикаро. Ну, можно говоря, это 5% айурведа. Но это очень сильно. То есть вот сильные дисбалансы ваты, сильные дисбалансы ваты – это надо только Пачикаро. Вот я в этом году перед самым карантином был там. И вот я наблюдал, и я 24 дня проходил этот курс. Меньше трех недель не соглашайтесь, это тоже правильно. То есть неделя – это подготовка. Неделя – да, вас чистят, и неделю – питают. То есть вот так, вот это минимальный курс. И я вот видел, как человека, которого привезли на коляске, и вот через 20 дней мы уже ходили в его подручку, мы их удержали, там, после инсульта. Вот про Чикаро пройдите обязательно. Вот вы по-другому посмотрите на меня. У кого спросите, куда поехали? У нас спросите, вот подписывайтесь. Мы скоро будем программы не рекламировать, потому что вот эти события все с карантином. А где про карантин можно было продолжить вашу? Про карантин? Да. В свете вот этого ковида, возможно, есть какие-то рекомендации особенные появились? Угу. 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 заниматься йогой, посоветовать, знаете, самый лучший защитник – это ваш иммунитет, это ваша жизненная сила. То есть, на что направлена вообще йога – это поднятие своего отжиза. А отжиз – это как батарейка всех систем, которые есть в организме, и также именно это как бы питание нашего иммунитета. Если ваш иммунитет на уровне, вы не заболеете. То есть, я этот вопрос изучал, у меня даже на столичке есть статья, мои какие-то наблюдения, и у меня был там один показательный, я коротко расскажу, там один бизнесмен, он попал в Нью-Йоркскую тюрьму, и как раз этот ковид, и к ним заводят там человека больного, но они вообще думали, что ковид – это что-то про димозавр, это где-то в далеком Китае. И потом оказался человек инфицирован, и как из 50 человек, которые у них там находились в этой камере, вот как вот 5 человек, 3 человека заболело сильно, 5 с температурой, 5 без температурными симптомами, а половина вообще не заболела. То есть, если у вас правильный иммунитет работает, то это, вы должны понять, это самая совершенная машина. Против вируса нет такого лекарства, то есть, я могу посоветовать какое-то средство, которое убило бы это вирус, – это будет нормально. Но наша машина, вот иммунная система, она в состоянии уничтожить очень легко. Главное, чтобы она была отлажена. Вы понимаете, то есть, вот то, что вы возьми как йоги, это люди, правильно понимающие эзотерику, то есть, все, за каждым действием есть какой-то смысл. То есть, вот смысл этого ковида – это просто переключить людей, просто чтобы они заняли своим здоровьем. Что просто кто, если ты не тупой, то это понял, что вот просто какой-то вирус может забрать у тебя все – здоровье и жизнь. И кто вот именно… Некоторые просто, я имею в виду, вот он, может быть, очень состоятельный, то есть, вот все, но он не следит абсолютно за здоровьем. И это вот достаточно общий счет, у него там несколько там хронических болезней, вот все вот. Он подхватывает ковид и умирает. А то, что вот он там держался, вот по лезвию ходил всю эту жизнь, то есть, все вот. И сейчас вот это для думающих людей это понять, что, ага, то есть, я вот должен выставить, вот, не маски не способны. Маски тоже хорошо. Ну, вот, если какая-то вот не знакомая там среда, там, массовое скопление людей, конечно, в машине не стоит нигде ездить. Ну, вот, ну, вот самая сильная маска – это неуменитет. Вот. Это вот то, что вот, ну, надо должно вот, вот, направить эту систему, которая в состоянии уничтоживает и более страшные вирусы, понимаете? И у кого-то, там, кто-то заболевает от контакта, то есть, вот, там, от гепатита. То есть, я говорил, там, в случае, там, два подростка, там, у кого не следует шприцом, и один, который был инфицирован. Допустим, уже там был. Один заразился, другой нет. То есть, почему? Вроде бы нет. У нас в Индии вот такой случай. Мы выпили, там, воду, все это, а, не воду, а лёд нам кинули. Воду мы покупаем в Индии только бутылком. Ну, и вот. 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 Не потрогали. То есть, и вот, лёд нам кинули, этот лёд, а лёд нам с какой-то, там, местной речки, вонючки, наверное, попрошу. И вот нас, там, восемь человек, из них шесть вырубали, там, трясучки просто, там, с температурой по сорок. А я, там, ещё один человек, нам ничего. Мы тоже выпили этот стакан. Всё, вот, это наша главная защита. Вот. Вот это, вот, основное. И как её поднимать? То есть, вот, надо вот, что, вот, вот, она, вот, выражается, вот, в силе нашего агния. Есть такое выражение, что, вот, мы молоды, насколько молоды наш агния. Вот. И вот этот огонь, то есть, вот эта система, она ответственна, там, за многие, там, системы нашего организма. И вот мы должны вот этот огонь, то, чтобы, вот, не сильно горел, иначе у нас будут, там, воспаления, там, раздражения, там, сыпи, всё, видно, густая кровь-то. Сердечная болезнь, там, всё. И чтобы он не задухал. Иначе у нас будут и онкология, и холестерин, там, и все вот вот эти вещи. То есть, вот, айреда, это вот, наука, как вот держать, и йога, это как держать баланс. Ну, вот, еще раз, вот, свой неповторимый баланс. И вот, если вы его будете держать, то, потому что он не справится. Понятно, что, вот, там, не стоит, там, рисковать, там, я знаю, вот этот адвокатер, который вообще слушает людей все, что хочешь, и это самое с ним ничего не случается. Ну, он там уже живет просто десять лет. То есть, и бывший, там, славянин, или... Ну, не славянин, бывший, но выходец СССР. Какие еще вопросы? Я говорю, а в какой клинике клиники вы работаете? Клиника Раджа. Это семь клиник, это четыре клиники, которые рассчитаны на разный кошелек, и рассчитаны, ну, во всех, и на уровень. Материалы одинаковые, что вот в самой дорогой клинике тебе вот ульют масло. То есть, все, вот, все для... Понимаете, я профессионал. Я покажу, я смотрю, какими материалами они работают, кто у них работает, как у них работает, как они это все организовали. Все вот именно... И вот я поехал на десятки клиник. Я работал до этого с другой, там, в Самархариен. Нормальная клиника, ну, все, мы с ними проработали. Но я вот, когда ехал человек, который понимал по Чикаго, то есть, он приходил, говорит, и это у него не так, и вот это не так. Я знал, что это не так. Ну, то есть, что это больше вот... У них там 50 на 50, там, все, вот, лечебно... Лечебно-попсовое там, то есть, там, море, пожалуйста. Да, Раджа, Раджа. А я проходил в клинике Раджа. То есть, вот, к тому, что вот я выбрал, ну, из нескольких десятков, которые, вот, потенциально, ну, лезли клиентами, по партнерами, мы выбрали вот это Раджа. Это 4 клиники. Из них можно купить мелкие. А? Из них можно купить мелкие. Да. Ознакомиться там разный прайс. То есть, там есть, ну, я сказал, что там есть с подселением, что там вообще там за 50-60 долларов можно купить процедуры, питание и все. Ну, там очень просто. Вот там Дишновая, там есть одна клиника в горах. Ну, там есть очень дорогие коттеджи, правда. То есть, ну, а так вообще основано на бюджет. Ну, а так, в среднем, слушайте, это не такие большие деньги. Это стоимость среднего, там, турецкого отеля. То есть, вот, я с супругой проходил, ну, они на номер просто, ну, хорошие дали. А так я заплатил, там, ну, не все, там, ну, со своей большой спикой. Это где-то, получается, 200 долларов на двух человек. Это нормальный номер. То есть, все нормально, цивильность, хорошая неделя. Ну, там, ну, телевизор я не смотрю. Наверняка, я его тоже. То есть, это полное питание. Ну, это все лекарства. Это все процедуры. Все материалы. Все, вот, именно, и консультация доктора. Доктор, типа, смотрит каждый день. То есть, вот, а то и два раза. Приходит именно процедуру. Да? А той, о которой я говорю, и в которой она находится в шестидесяти километрах от делового центра Керавы, города Хочи. В таком очень, ну, таких... Там три клиники недалеко, там, где рядом. Находится, называется, Раджа-Вич. Есть. А на Украине? Да, да. Есть там Раджа-Айрон. А на Украине только готовят, да? Вот где можно пройти хороший курс? В Анчакаву. Ну, я... Ну, я могу сказать то, чтобы я пошел бы сам. Я... Есть нормальные ребята, вот, которые, сами, там, практикуют любеды, вот, ты приезжаешь, и вот у тебя, там, типа, он, там, жена, там, домик, два человека или три живота. Я его, там, делаю, почитаю. Он, там, сын, жена, там, и все, это, сама, там, невестка. Ну, да. Вот, и я как-то вот был в таком месте. И вам не понравилось? Вот, когда был Крым, то вот в Крыму я мог посоветовать его места. А вот так, чтобы, как клиника... Смотрите, как познакомиться, лучше познакомиться так, чем... Ну, вот там, знаете, например, вот, женщине должен... Ну, вот, массаж делает только женщина. Это правило я имею. То есть все. То есть это тонкие энергетические вещи, то есть это... Это не то, что... Хотя нашим славянским женщинам больше нравится, когда им делают и мужчины. Ну, то есть, вот, это... Ну, возможности, должна быть и женщина. А вот, ну, вот, там есть клиника, более-менее. Ну, вот, там одни мужчины работают. Тут моя жена и сделала, но я не могу, что-то я. Это мужик-то урок. Ну, то есть... Ну, то есть... Украине в клинике, да? Что это? Украине в клинике, вот такой уровень? Украине в клинике будет стоить однозначно хорошо. Ну, вы понимаете, там рабочие не получают 200 долларов, у них хорошая зарплата. И тут... Тут я думал открыть такое. Ну, это... Да. Да. Ну, вы... Слушайте, давайте вот закроем этот вопрос. Потому что, вот, попробовать... Вот в Ордовской очень хорошей клинике. Ну, панчекарма — это глубокий процесс. Там не получится, что ты вышел. Там есть такие процедуры, где тебе надо именно залезать глаза и перечесать, но не открывать глаза. Знаете? Вот. И куда ты будешь... Где ты будешь там сидеть, или в офисе, или где там все... Ты должен хоть... Тебя должна отвести подручки, халатики, номер. Ты должен лечь в постельку и полежать. Потому что вот глаза твои лечатся. То есть, когда там сделали определенную процедуру, где ты это будешь делать? Или тебе там сделать... Там идет... На втором периоде тебе идут на активные клизмы. Где ты будешь... Когда ты будешь бегать там. Ты должен сидеть у себя в лобе. Слабить это. Ну, говорили, что... У вас жилье вы будете снимать сами. У тебя туда можно так ходить. Ну... 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 Смотри, если нет возможности поехать в Индии, то лучше это, чем ничего, лучше это однозначно. То есть, вот просто поехать сделать опьяну, просто... Ну... Пройти эти все процедуры, убрать вот эту вату-дошу, которая есть у всех городских жителей. То есть, вот эта нервоз, все это надо сделать по-любому. И не думай. Но если кто-то хочет заняться серьезно, вообще полная тачитарма, которую надо там раз-два в жизнь не делать, она идет полгода. Ну... Ну... Надо у тебя очистить. Понимаете, мы... Вот чего учит Эльвега, это внимание к своему телу. То есть, вообще, вот культурой у нас вот это идет не совсем. Сколько... Ну... Женщины еще... Нормально, скажем. А мужчины это вообще... Ну... Вот пока вот не упадет, чтоб уже вот идти не мог. Или когда там уже так болит, что вот он уже нечего-то болтовать не будет, он к врачу не придет. Понимаете? А потом... Ну, потому что и врачи будут. То есть, он уже разочаровывал, уже столько раз... На самом деле, вот он должен сам стать врачом. То есть, идея Айюбеды, чтобы каждый из нас был вот минимальным на уровне, как... Самого эфельшера. То есть, индивидуального эфельшера. То есть, понятно. Ну, понятно. У меня хоть стала сухая кожа, у меня там сухие слизисты, или на порог у меня потекли сокры. Все. Я знаю, что это какая-то душа поднял. Я посмотрел свой язык утром. Я посмотрел, какой налет, какого цвета, в каких местах. Я уже знаю, как действовать. Понимаете? Вот. А, забыл сказать еще, если умасливать голову, то и стопор. Желательно. Вот, нет возможности умасливать, например, тело, то вот голову надо со стопорами. Со стопорами. Да, это очень, думаю, было приятно. Скажите, а я считала еще, что когда матча камеру проходят, то нельзя купаться в море. Это правда? Смотрите. Я иногда купался. Просто море там такое теплое. Там иногда заходишь, оно как... Да. И важно не купаться после процедуры. Потому что все процедуры, как правило, они согревающие. Вот. После этого, конечно, купаться нельзя. Но вот то, вот мы там вставали в 6 часов или все, то есть мы шли там на море, я вот там делал. А процедуры у меня были там 3 часа. То есть я до этого времени, пусть это все у меня проходило. Это вот так в идеале. То есть если какая-то серьезная проблема, то, конечно, запретят. Они там, на самом деле, как бы и запрещают всем. Там даже дежурные есть на пляже, но все равно все плавяне ходят. Да. Там... Найдите меня в Фейсбуке, я вот сделаю, наверное, вот пока тут буду делать семинар, сделаю фильм об одном из... об одном из этих... в Панчакарно-отеле. Или... 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 Олег Тагалов. Видите? Просто, да? Олег Тагалов. Да. Какие еще, друзья, будут вопросы? Ну, интересно все-таки обучение на Украине. Вот это действительно... Мне кажется, что это уже пришло. Это актуально. Смотрите. Вот мы планировали, на самом деле, на август месяц, мы планировали обучение для диетологов. У нас было записано больше ста человек. Приезжали два специалиста из Индии, высочайшего уровня. Вот. И которые вот за две недели по пять часов в день, после обеда, они давали на все, полностью на знания о юридической диетологии. Просто, почему, насколько это важно, мы должны понимать, что большинство болезней, они приходят через питание. Это психическое состояние. Ну, вот психика нарушает наше питание. То есть, мы там нервничаем, кушаем сладко и плохо. Когда нервничаем, плохо переваливается. Но все равно, вот, питание. То есть, вот. Причины, почему оно плохое, это будет разные. Ну, и вот без восстановления питания не будет ни эффективно ни одно лечение хронической заболевания. То есть, вот. Серьезные врачи, аюбеды, они начинают, чаще всего, вот терапию, когда вот выставили на нормализованном питании. Потому что, даже те же лекарства, они должны усвоиться, они должны перевалиться. У меня, которые глотают витамины, вот ты смотришь на него, и жалко смотреть, но они просто не могут, вот это пищеварение, оно может усвоить. Вот. вот это все. Причина, а витамия обязательно не теряется? Нет, аюбеда смотрит в рома. Но она говорит, то есть, понимаете, по ним, то есть, как можно сказать, по горизонтали, вот, вот, так же можно сделать, по вертикали, есть еще определенные мотусы, психологические, более, еще более тонкие. И эти мотусы, ну, все известные, тамас, раджас, и сатра. Вот. И вот, идеальное здоровье, возможно, только в сатре. То есть, йога, это одна из самых отличных практик. То есть, почему? Она переводит ум, я не йог, я пару раз, три раза в неделю делаю лосуре на масках, двенадцать раз, я, то есть, я имею представление, что такое йога. Я когда-то пробовал заниматься, но все, нет, мне просто хватает. Просто я обладаю другими, нет, поэтому я сильно не упоминяюсь в йогу, извините, я... Да, вегетариатство. Но вот, и в той же йоге просто есть вот одна из заповедей вот, это просто ахимса. И если вы рассматриваете йогу не только для здоровья, то это будет сильным препятствием. Вот, вы понимаете, я, я лично не настолько люблю зверюшек, многие хорошие и добрые девочки, вот, когда мне сказали, что вот, чисто не кушай мясо, потому что зверюшки, зверюшки так зверюшки, чисто, меня сильно не ел обороты. Но когда мне сказал, учитель говорит, ты просто не поймешь каких-то вещей, то есть это будет в холодство. Вот, и она мне сказала жалобу. То есть я тогда подумал, не, надо до этого оказаться, и он был прав. Вот, это вот, вот такой момент. А по июрведе здоровым можно быть. Кушаешь ты мясо, не кушаешь мясо. То есть просто, вот, мясо само по себе это томасичный продукт. И мы должны понять, то есть вот он нас ввозит, выходит в определенную энергетику. Просто там мясо больше всего чем в Риге, там в других продуктах, то есть сохранились вот это, вот эти вибрации смерти, вот, вот те остатки гордонов, страха и отчаяния, которое испытывало животное перед тем, как его там жестоко убили. Это же не кошерный мясо. Но, и почему вот в тех же традициях есть вот это, кошерное, там те же мусульмане убивают, потому что мясо, это очень, это как энергетический сильный продукт, но в то же время оно может быть опасно. Что еще такие рекомендации дает, это уже как раз изверх. Ну, потому что, я сам пообразованию юрист, и вот, там была у нас кафедра судебной медицины, и вот там писалось, как там, через три часа после убийства, там, вдруг начинается там, уже там, первое изменение. То есть вот. И вот, мы должны понять, что это начинается. Это начинается процесс разложения. То есть, мы его не видим еще, мы еще не чувствуем запах. Но он уже начался, по каким-то признакам. И вот, что происходит с этим мясом, которое вот, очень много находится, то есть это, ну, очень сильно загрязняет нашу, ну, вообще, наш внутренний мир, не только на том плане, и на ногу. То есть это вообще, определенные токсины. Знаете, вот это вот, когда его варят, я его сам, когда-то бил по полкилограмм в день, для спортсмена, вот, а потом, ну, просто понял, что оно мне не надо. И, поначалу, но вот, есть некоторые средства, их совсем мало, аливера все-таки, больше такая, на регитарианских продуктах все. ну, есть, например, определенные формы, там, на бульона, на бульона, который вот, содержит, ну, если, вот, моющее, если тебе надо для здоровья кушать, иметь другой человек, задал вопрос, говорит, я море, мне надо, но если тебе для здоровья надо, то кушай. Все. Если это просто, ты услождаешь язык, ну, просто подложишь, может быть, это, может иметь какие-то последствия. То есть, вот, чему, вот, учит вообще восточная культура, то, что, все, все имеет, за все придется платить, вот, так или иначе, в этой жизни, или в следующей жизни. Какие продукты благоприятно влияют нашу психику? Вот, вы сказали, еда и психика, да? Да. Вот, что, вот, вы бы выделили неблагоприятным? Да. Ну, вот, это, любые продукты смерти, любые, да, любые испорченные продукты. Это, вот, продукты таноса. Я думаю, может быть, другие консервированные продукты. То есть, это продукты таноса. То есть, это, конечно, получше, чем, как-то это, уклоняться оленя где-то на севере, или, там, кто-то ехалить, понимаете? То есть, это все отражается, вот, мы должны понять, каждый кусочек, который мы приняли из себя, становится нами. И вот, что станет нами? Какой-то слелый красивый, там, плод, или, овощи, или, вот, просто вот, чатомерктовая боль. То есть, это все вот будет, именно так или иначе, вот, давать какой-то вот этот чат. Это, это очень тонкие вещи, и не все это почувствуют, просто, в основном, люди, это, они находятся в состоянии зомби, отурачены сильно. Ну, то есть, они, по мере просветления, даже асом, то есть, многие из вас это почувствуют, что это просто тяжело. То есть, это просто даже по настроению. Это даже, может быть, не тяжело в желудке, это тяжело, именно по настроению. А сыр с плеснью? Сыр с плеснью, это тоже, тоже, тромастичная продукция. То есть, это уже, как испорченный сыр, вот, вот такие, ну, это может быть из основной, кацерином, вообще, я скажу, у всех сыров, я сам был человек сыроман, и, можно сказать, летом избавился от этой, сыром архомании, то есть, я когда перестал иметь мясо, я начал есть сыры. А потом думал, что такое? Что такое? Что у меня, у нас зашкаливает именно холестерин, я же не ем мясо, не ем сало или чего. А потом думал, что в огне, вообще, вот, именно много вот этих токсинов. И потом, только, когда я начал изучать ее виды, я просто узнал, что это тяжелый продукт. это тоже, вот, именно, какое-то время, ну, очень именно амообразующий продукт. И вот, просто даже, для того, чтобы переваривать сыры, надо иметь, вот, очень сильное пищеварение. во-первых, их надо есть только днем, вот, ну, утром, то есть, вот, ну, и вечером, то есть, во-первых, там надо, есть там небольшое количество. я, я знаю одного человека, который, вот, со стороны, очень, здоровый вид, ну, питание, все там, сыр, овощи, все, он больной человек, больной сердце, надо делать операцию, и все, вот, забитые сосуды этим сыром. То есть, сыр, это, все хорошо меру. И вот, Юлега дает эти знания, того же сыра, и видите, я вот сократил, и, я чувствую себя намного лучше. реально, я чувствовал, что у нас лишнее, вот, лишнее тоже не идет в пользу. Всего вот этого будет меня. А вот рекомендация Юрбеды, для увеличения гибкости, заниматься хатхайом. Для кого? В йоге нужна хорошая гибкость. А, гибкость. А, для гибкости. Смотрите, я вам еще вот до конца не ответил по поводу Вата Тоши, то есть, у нас сегодня это лучшее, но есть еще замечательный препарат. Чем прекрасна Юрбеда, то есть, ничего нету в настоящей йоге, то есть, это, потому что, не рассчитано на это. Это вот препарат. И препараты, это экстракты, то есть, это не просто там, как вот, многим, таки, пофловая Вата, какая-то трава, там, перемола, капсула, какого-то села, и ты там, что-то себе внушаешь. То есть, вот, это большинство просто таких продается сейчас. А это экстракты. То есть, там, в каждой коклетке, может быть, просто там, полстакана самой травы. И вот, есть такие для, очень хорошие для Ваты, есть, хорошие препараты, но тоже очень плавно. То есть, вот, вам будет очень хорошо ашматанно. Вот, вам очень будет хорошо плавно. Да. Ашматанно. Ашматанно. Ну, вам, шатарай. Жен, для женщин, то есть, для мужчин, для Ваты. Вот, это слово, настоящее. И для гибкости. А вы говорили, при качественной купить зиму, можно у вас, есть магазин, интернет-магазин. Да. Друзья, я тут оставлю, вы подходите, я потом оставлю публики, вот это, от нашего магазина. Ну, зайдете к нам на сайт. У нас самый большой выбор, да? Смело покупать там пачки. Ну, вообще, что там продается, вы знаете, там есть, наши марки, а есть такие, вот, есть люди, ты ему говоришь, вот это, в Москве, это Мерседес. Он говорит, ну, я понимаю, что Мерседес круче, но я уже привык к Москвичу. И то есть, у нас продаются там, и гиперлари, и добор продается, добар, вот, и еще какие-то там, распространенные марки. А есть марки, вот, SDM, Nopal, IPC. Вот это три марки, которые, вот, лично я в Украине привез. SDM, это альбинатура? Да, SDM. Да, дремя буквально. Вот это препараты, которые, вот, это те препараты, которыми лечат врачи в Индии. Альбинатура, понимаете, они не лечат, вот, там, добаром, или гигалами, то есть. А после SDM что называется? Nopal. Nopal? Nopal, да. Тоже на английском, да? Да. И смотрите, по поводу гибкости. То есть, вот, снова же умасливание. То есть, что такое, вот, почему уходит гибкость, снова поднимает салат и тоша. То есть, вам надо вот, просто вот, дать, ну, больше тепла, и больше вот именно, вот, если будет тоже умасливание, это подлинная гибкость. Оно просто все взаимосвязано. То есть, работая с ватой тоже, вы будете работать именно со своей гибкостью, повышением своей гибкости. Вата сковывает, холод сковывает, давая тепло, давая маслянистость, это будет влияние на все тело. А еще три масла тут назвали SDM, а потом еще что-то? IPC, IPC, Да. Ну, его сейчас нет, мы ждем только, может, через два месяца. Вот, с этими проблемами, с креативными проблемами у вас сейчас. Угу. И, вот, после того, как вы сначала на себе попробуйте, а потом уже вот этот опыт, и, вот, посмотрите, вот, хотя бы 50-100 часов лекций, и вы уже будете поднимать очень много. Да. Скажите, если есть дисбаланс, души вак, все ли асаны йоги можно запомнить? Ну, пока вот дисбаланс такой, конкретный такой, и невроза, ну, вот. Я просто боюсь, те, которые будут у вас, ну, ну, я просто, ну, не большой знаток вас, ну, наверняка, ну, со специалистом, который понимает лучше. Ну, тот, который знает и ее веду, хорошо, вот этот Алексей Скуков, он тоже есть, вот, ему можно написать, он ответит вам. Вот, да, это уже круглая парафия. Я, я не читал, его сутра по Танжане, и какое-то время, ну, достаточно комфортно, занимался, ну, компанией просто путешествовал, когда он у нас на йогах, то, это вот просто разные системы. Скажите, а душа вак, греть тепло, это хорошо? Да, тепло это хорошо. Согревать все, да? Да. Это тепло должно быть влажным. То есть, если вы хотите выбирать между хаманом и саваной, то надо выбрать больше хаман. Больше хаман. А если вот такие, если есть нагревательные приборы, электрические, там, хамы, там, две проблемы? Да, замечательно. Вот, перед этим, это хаманом надо сделать компресс. Вот. Вот. То есть, мы должны понять, потому что это уже сухость, там, то уже проблема. Мы должны сделать компресс из масла. А есть еще такая процедура, когда на колено делает такой, из теста колодец, и наливается туда масло. И потом это масло, его убирают, потом многое наливают, отсасывают многое, наливают, и в течение сорока минут делается эта процедура, и очень быстро встанет время с продвением костяков. И вот, вот, йога на том уровне, вот, любительство, она вот, проблем с костями, не будет. Тут надо по-любому видеть это, друзья, как оно есть. А как часто нужно делать про чекабы? Рекомендуется, ну, разные рекомендации, хотя бы раз в год. Ну, как, вот, у меня, я смотрю больше даже, на богатеньких индусиков, некоторые думают, что там, все полупоследователи в Индии, все последователи в, там, а юрвере. На самом деле нет. Ну, простые люди, они далеки от этого еще, как и наши все. они, ну, у них есть, там, другие какие-то, традиции, по которым они, поддерживают им здоровье. А так, ну, и вот у меня есть, там, друг у него, свои ювелирные магазины, он делает про чекабы два раза в год. А хорошо, а если у человека нет возможности, это можно каким-то образом самостоятельно делать? Или нет? Практически нет. Вот, кроме умасливания, только это должно быть, понимаете, когда вас умасливают правильно, делая правильную аптенду, вам сразу делают это в правильном направлении, с правильным нажатием на тело, с правильной скоростью. Понимаете? И вот вам делают сразу на уровень подремаж, то есть не просто вот именно. И это тоже вот вам делает определенный, там, ну, более тонкий канал, более тонкое воздействие. Вы понимаете, если возможности нет, я когда припендую, у меня есть друзья, у которых возможности нет вообще, то есть они ездят в Индию, там, вот они нашли, где-то, есть такие, 40 долларов, и они, где-то там рядом живут, там за 10 долларов, и за 40 долларов в день они делают вот эту почитаву, иконку. Ну, то есть, какие-то дешевые, ну, так, это будет просто какая-то косметическая процедура, то есть это не будет почитаву. там, ну, там есть много вещей, которые, можно делать дома, например, принимать тоже три балла, там, пройти там, какое-то, слабительное, ну, даже рвутное, но это очень на сторонке. Очень эффективно, это эффективно, так, у меня, как один, у меня друг, прошел вот эти рвутные процедуры, говорит, кстати, это будет один из показателей, в таких попсовых клиниках, работают они очень, да, у них там такой, побазюкать, да, и все, а, у меня друг, после этой процедуры, он вообще, я подумал, на мир, смотрел меня, как краски, ну, то есть, он ушла, слизь из головы, да, не мог не понять, откуда у него, с какого дела. А вы где-то? Да, в Индии. Я вот рекомендую, понимаете, проблема, это кто вам будет делать, какими материалами, а в хорошей клинике, там все, все правильно. А у нас, ой, там, не хватает, ой, этим заменим, ой, это сделаем, у нас есть вообще там, владелица клиники, она вообще какую-то такую, украли, украли, я сделаю, ну, там, а это, говорит, я заменила, этим препаратом украли, это аромашка, это все, и у меня такая вот, ну, на самом деле, там много таких препаратов, которые заменить невозможно, ни препаратов, ни каких-то травм. так что, аюбеда, это, знаете, знания, которые записаны, то есть, одним из старейших трактатов, это 2600 лет, 2600 лет, 1800 лет, 2000 лет, то есть, вот это, вот такое умное знание, и вот так записаны многие традиционные рецепты, и представьте, вот за это время, они не поменялись вообще, да, все это точно все, то есть, и вот, многие поколения пользуются этой аромашкой, и она будет себе внести право. Скажите, вот это панчевный карман. Да. Вот мы ж украинцы, вот, все ли, может, какие-то масла, они подойти, потому что, вот там проверяют, вот, там, там, ну, смотрите, совместимость, допустим, какую-то. Ага. Я думаю, ну, во-первых, они сразу диагностируют вас, пусть они видят, то есть какая несовместимость, может быть, ну, какие-то аллергические реакции больше. Да, потому что, это же другая страна, другая, нет? Ну, а они, они возникают, такие аллергические реакции, из-за того, что вот у человека, или много токсинов, или у него вышли из равновесия, пита, тоша, то есть все, то есть, а так мы, как человек, разумные понимаете, как для индусы соленое будет соленым, и острое, так и для нашего человека. То есть, сам принцип, он на 90, там, сколько-то, я не знаю, процентов, одинаковый. Есть какие-то особенности, какие-то небольшие, а так, качества, они воздействуют одинаково. может, вот то, что вот индусы более острое, могут перенести, это у них тоже, вот генетические, то есть, там, иногда, были такие блюда, что просто невозможно было их есть. но они делают одинаково поправки, то есть, вообще, эти клиники, я скажу так, что 70% это европейцы, это больше всего немцев, но у каждого русскоязычного есть русскоязычный врач. И даже вот эти помощники, которые там выполняют эти процедуры, ставят таким, которые там основные слова, там, по-русски знают. То есть, с этим вообще не было проблем. И официанты основное знают. Разнообразная еда, очень-очень вкусная. Каждый день там тоже йога, вообще красивое место. Знаете, это как капремонт. И вот я рекомендую, вот каждый раз в год это делать. Я вот на протяжении, там, лет пяти, это не делал. Только капремонт перестал, просто почувствовать себя. А вы не так куда рекомендуете? Это зимой уже родили? Или не имеет значения? Ну, вообще, вот в виде галин, то есть, это должна быть, как бы, весна, осень. Но, ну, зимой, знаете, вот тут, тут вот основное, как у вас получится. А если получится в любое время, то это вот весна, в принципе. То есть, весна, это время Великого поста. То есть, это тоже вот, неспроста, это практически вот Великий пост. это рекомендация, а не введы, для того, чтобы быть здоровым. А мы еще, за Крым, где в Крыму делали? В Евпатории. В Евпатории. Да. Там клиника Махариши, вот я туда ездил пять лет. до этого, и я приезжал, и там были, я там познакомился с, там, с женщинами, и вот я, просто удивлялся, я пять лет туда ездил, смотрел, там, персонал стареет, вот эти люди, которые там проходят, там, некоторые женщины даже проходили раз в три месяца эту процедуру, они вот не менялись. я тогда уверил, в Пачекарму, если просто, это, ну, вот, лучше комплекса нет, это, знаете, капремон, где вас именно почистят, в Евпатории, это, в Евпатории, это Махариши. А вот, скажите, пожалуйста, Пачекарму, тут тотальная чистка, да? Да. А лечебное голодание, тут уже тотальная чистка, аминезма. Да. Это какие-то параллели. Ну, нет, я, я вам скажу, я тоже, я скажу просто как, вот, нет, ну, учитель винии по поводу голодания. Голодание очень полезно. Во-первых, если, ну, если, по конституциям, полезнее всего, оно для, капки. А для ваты, оно будет выводить его просто, и заранее, оно будет подрывать вату, оно будет, как бы, вы понимаете, вопрос, оно токсином будет, да, очищать, но будет подыхаться вата. и для биты тоже. мы сегодня рассказывали, да, в том случае, что у человека, язва пропадная, после 21-го питы, я говорю, что питы. Вообще, мы должны понимать, что голодание, я 30 лет голодаю, по 1, по 2, по 3, по 8 дней, я бы уже не голодал. то есть, ну, экадыши. Лучшие дни, тоже вот очень важно, чтобы это были экадыши, или пройдыши. То есть, это как раз там получается, там, и они, по богу, такие эзотерические дни. Вот в эти дни лучше всего голодается, и лучше всего идет очистка организм. Вот. Вот. Но, вопрос именно в том, что вот мы как-то, чего-то лечим, как очистка, а вот какие-то, вот, какие-то вот системы, вот у нас могут страдать, да. И, потом, вы знаете, у меня были люди лично, у меня, у которых выпадали зубы, ремана подала зубу, то есть, кости вообще, они грустели, ну, потому что сильно поднялась вата. Да, они стали, там, у них чище лицо стало, то есть, там более такое вот, пихание чистое, вот. у них начали проблему в другом месте. Хорошо, друзья. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, так что, вам, спасибо вам. Левцы. Друзья, завтра ...